Глубоко уважаемый президент, глубоко уважаемые коллеги, разрешите вам представить доклад на тему мамоцинтиграфии в оценке эффективности на эдивантной химиотерапии у больных рака молочной железы. Мамоцинтиграфия это метод радионуклидной диагностики, который основан на оценке распределения радиофарфепаратов ткани молочной железы в тропной и влокачественной опухолевой ткани. Отличительной особенностью данного метода является то, что не зависит от размеров и плотности молочной железы, не связанного с наличием мигрокальцинатов, определяется функциональной активностью опухоли и накопление зависит от соотношения процентов процессов поглощения и выведения. В нашем институте мамоцинтиграфия осуществляется на эмиссионном компьютерном томографе Forte Philips. Обязательно перед началом исследования под пациенту вену одной из стоп выводится радиофарфепарат технецитих нитрил и через 10-15 минут возможно проведение уже процедуры. Одновременно проводится визуализация обеих молочных желез, положение пациентки лежа на столе, для исключения наложения изображения правой и левой молочной железы друг на друга, между молочными железами помещается специальная подушка со свинцовым вкладышем и детекторы камеры максимально приближаются к молочной железе. При невозможности проведения исследования на животе, то есть если пациент не может лежать на животе по каким-то причинам, возможно выполнение мамоцинтиграфии с последующим исследованием правой и левой молочной железы и положение пациентки будет на боку. Обязательно также является исследование внутренних квадрантов молочной железы, для исключения наличия там опухолевых образований. Степень эффективности противоопухолевой терапии оценилась по предложенной нами классификации, где мы выделили 5 степеней сантиграфического регресса от первой степени, это соответствовало прогрессированию, то есть увеличение накопления радиофар препарата в опухоли по сравнению с предыдущим исследованием более чем на 25%, до пятой степени это отсутствие накопления радиофар препарата в ткани молочной железы. Также дополнительно проводилась оценка региональных лимфатических узлов на патологическое накопление радиофар препарата в них, и также нами предложена классификация, где мы уже выделили 4 степени сантиграфического регресса опухолевых изменений в региональных лимфатических узлах, от первой степени прогрессирования, увеличения накопления радиофар препарата до четвертой степени, это исчезновение накопления в ранее выявляемом очаге. Все данные мы, конечно, сравнивали со стандартной классификацией Миллерн-Пенни, в классификации патоморфологического регресса опухоли, где также выделено 5 степеней, я, наверное, на ней не буду останавливаться, она уже несколько раз была продемонстрирована. Для наглядной демонстрации всего вышесказанного на данном слайде представлены результаты мамы сантиграфии, выполненной до начала лечения, и мамы сантиграфии, которую выполнена пациентка уже после какого-то проведенного лечения. Мы видим накопление радиофар препарата, которое увеличилось более чем на 25%, это говорит о сантиграфическом прогрессировании заболевания. Если с последующим эта пациентка подвергалась бы хирургическому исследованию, и врач-патоморфолог исследовал послеоперационный материал, то он мог бы видеть первую степень патоморфологического регресса опухоли, то есть малозаметные изменения в клетках, и это характеризовало бы эффективность химиотерапии как достаточно очень на низком уровне. Вторая степень сантиграфического регресса опухоли говорит нам о стабилизации заболевания. Мы видим накопление радиофар препарата не более чем на 25%, и уменьшение не менее чем на 30%. Чаще всего, конечно, это совпадает с второй степенью патоморфологического ответа опухоли. Тестичный ответ здесь уже уменьшение радиофар препарата от 30% до 70% в сравнении с первым исследованием. Ну и как соответствие третьей степени патоморфологического ответа опухоли. Соответствие, конечно, это примерное. Это не обязательно, что третья степень сантиграфического регресса должна соответствовать третьей степени патоморфологического регресса. Это как наглядно демонстрирует для того, чтобы легче понять. Выраженный частичный эффект – это уменьшение накопления радиофар препарата, но не более чем, конечно, на 70%. И полный ответ с пятой степень сантиграфического регресса – это полное исчезновение любого накопления радиофар препарата в молочной железе. И пятая степень патоморфологического ответа – это отсутствие данных за опухолевое поражение ткани молочной железы при гистологическом исследовании послеоперационного материала. В нашем институте с целью оценить роль мамоцинтиграфии для ранней оценки эффективности надювантной полихимотерапии мы проанализировали результаты лечения 123 пациенток. Они проходили лечение в нашем институте с 2010 по 2013 года. Все они имели местно распространенный рак молочной железы. Пациентки перед началом лечения прошли стандартные клинико-инструментальные обследования. Также дополнительно была выполнена мамо-лифосинтиграфия до начала лечения, после двух-трех курсов и или после четырех-шести курсов надювантной полихимотерапии. Все пациенты в дальнейшем проходили хирургический этап лечения. И при хирургическом этапе лечения проводилось гистологическое исследование послеоперационного материала с определением степени патоморфологического ответа опухоли. Также с обязательным исследованием всех удаленных региональных лифосинтиграфических узлов на наличие в них резидуальных опухолевых клеток. Большинство пациентов имело третью А и третью Б стадию заболевания. В данном разделе работы нами проанализированы результаты мамо-синтиграфии, выполненной после двух-трех курсов надювантной полихимиотерапии, с данными патоморфологического ответа опухоли. Чувствительность мамо-лифосинтиграфии в предсказании патоморфологического ответа опухоли после двух-трех курсов надювантной химиотерапии составила 88%, специфичность 81% и точность 82%. Как дополнительным подтверждением эффективности данного метода является рок-анализ, в частности высокий показатель АУК. При анализе группы пациентов, которым было выполнено исследование до начала надювантной химиотерапии непосредственно перед хирургическим этапом лечения, то есть после 4-6 курсов надювантной полихимиотерапии, мамо-синтиграфия в качестве предсказания патоморфологического ответа опухоли эффективность составила чувствительность 100%, специфичность практически 63% и точность 67,9%. Показатель АУК также достаточно на высоком уровне. При ужесточении критериев отбора, то есть в качестве базового синтиграфического признака пятого патоморфологического ответа, мы считали пятую степень синтиграфии. Чувствительность метода уже после 4-6 курсов, чувствительность метода уже, конечно, снизилась, составила 91%, но мы получили более высокую специфичность и точность. Она близится практически к 90%. В данном разделе работы мы проанализировали роль мамо-синтиграфии для каждого биологического потипа отдельно. Большинство пациентов имели люминальный А-потип, ракомолочной железы. Показатели информативности между потипами не отличались. Показатели информативности мамо-лифоцинтиграфии между потипами не отличались. Между группами не после 2-3 курсов надювантной полихимиотерапии, не после 4-6 курсов надювантной полихимиотерапии. Также мы отдельно проанализировали гистологические результаты исследования удаленных региональных лифоцинтиграфии с данными мамо-лифоцинтиграфии. Пациенты были разделены на 2 группы. В первую группу вошли 68 пациенток, им было выполнено исследование до начала надювантной полихимиотерапии и после 2-3 курсов, и в 6,60 пациенток им было выполнено исследование до начала надювантной полихимиотерапии и после 4-6 курсов лечения. На слайде продемонстрированы различия в показателях чувствительности, специфичности и точности в двух группах. Также мы комплексно оценили мамо-лифоцинтиграфию в предсказании полного патоморфологического ответа и в молочной железе, и в региональных лифотических узлах. Чувствительность составила тут уже 50%, специфичность 89% и точность 86,4%. Выводы. При использовании мамо-лифоцинтиграфии для прогнозирования эффективности на надювантной полихимиотерапии ее информативность была выше при проведении исследований после 2-3 курсов, чем после 4-6. Показатель чувствительности, специфичности и общей точности составили 88,8%, 81%, практически 82%, соответственно против 100%, 62,6% и 67,9%. Информативность мамо-лифоцинтиграфии при использовании для оценки эффективности проводимой надювантной полихимиотерапии не отличается у больных с различными биологическими ипотипами рака молочной железы. Мамо-лифоцинтиграфия с тумаротропным радиофарм препаратом эффективный метод в предсказании степени патоморфологического ответа региональных лимфатических узлов на проводимую надювантную полихимиотерапию. Мамо-лифоцинтиграфия также является эффективным методом в предсказании степени патоморфологического регресса опухоли молочной железы в сочетании с оценкой регресса региональных лимфатических узлов. Из всего вышесказанного мы вывели практические рекомендации. Первое – это то, что мамосцинтиграфия с отечественным табортропным препаратом необходимо включить в алгоритм исследования у больных в месте распространенного брака молочной железы до начала лечения после 2-3 и после 4-6 курсов. Выявление у пациентки после 2-3 курсов надевантовой полихимиотерапии с данными мамосцинтиграфии 1-2 степени сцинтиграфического регресса говорит о том, что нужно рассмотреть вопрос об изменении схемы, проводимой надевантовой полихимиотерапии. И наличие незначительной гиперфиксации радиофорфан препарата, то есть 4-я степень сцинтиграфического регресса в проекции опухоли молочной железы после 2-3 курсов надевантовой полихимиотерапии свидетельствует об эффективности проводимого лечения и может быть основой для продолжения проводимой терапии или может быть даже увеличения курсов, проводимой надевантовой полихимиотерапии для достижения полного патоморфологического регресса. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Жанна Викторовна. Давайте перейдем к вопросам из зала, а потом комментарии и вопросы со стола председателей. Владимир Федорович, пожалуйста. Почему у вас после 2-3 курсов эффективность выше, чем после 4-6 курсов химиотерапии? Вы же не оценивали морфологически после 2-3 курсов химиотерапии. Это морфология, это после операции. Да, Владимир Федорович, спасибо большое за вопрос. Вы совершенно правы, мы не проводили ни трепан-биопсию после 2-3 курсов, но мы как раз таки хотим посмотреть, можем ли мы после 2-3 курсов с помощью мамосентографии предсказать, будет ли у данной группы пациентов полный патоморфологический ответ. Или все-таки мы можем выделить ту группу больных, которым химиотерапия абсолютно неадеквитна? Как вы считаете, показатели чувствительности, специфичности, имея в виду, что ваше заключение по мамосыне сравнивается с патоморфологическим ответом? Как вы могли оценить после 2-3 курсов химиотерапии? Мы сравнили с теми данными, которые мы получили в конце лечения пациентов. Второй вопрос. Как часто совпадал полный патоморфологический регресс с полным ответом по мамосентографии? Пятая степень. Если говорить после 4-6 курсов, если мы сравнивали пятую степень к пятой патоморфологической степени, то мы получили совпадение у 11 пациентов. Не в 11, но хоть в 22. В процентах сколько? В процентах, я могу лишь ли только, не в процентах, я к вам, к сожалению, сейчас не скажу. Я скажу, 11... Самый главный критерий неодевантов лечения, это коэффициент корреляции. Как часто совпадает клинический ответ, ультразвуковой, мамосентография, МРТ с полным... 78 совпало. Это очень мало, не может быть. Это от волнения. Значит, это тот критерий, который позволяет или выполнять органно-сохраняющую операцию, или выполнять мастоктом, или вообще отказаться от операции. Самый главный критерий — совпадение методов лучевой диагностики, изображения опухоли и патоморфологии. Какова частота, хорошая классификация и метод хороший. Но интерпретировать, как часто, я думаю, что не более чем 70% совпадение. Пятая степень, по-моему, оцентографии, регресса, полным патоморфологическим регрессом, включая педвичные опухоли и регионарные метастазы. Надо это всегда в этом вопросе. Спасибо. Еще будут вопросы? Павел Владимирович, комментарий. У меня, если мы перейдем к столам председателей, может быть, у меня тоже вопрос относительно специфичности. Да, действительно, у вас очень высокие показатели, продемонстрированы показатели чувствительности, спасибо. А в отношении специфичности там невысокие показатели. Чем вы можете объяснить то, что специфичность мамосцентографии не такая высокая? На это влияют какие-то фоновые процессы, происходящие в молочной железе. Аденоз, фиброденомы могут каким-то образом обуславливать повышенный захват радиофармпрепарата. И в отношении лимфатических узлов, почему тоже невысокая специфичность изменений. То есть мы видим, очень хорошо мы видим фиксацию радиофармпрепарата, но сказать, из-за чего она, мы не всегда можем. Чем обусловлено это? Ну, вы совершенно правы, специфичность метода после 4-6 курсов, она ниже, чем после 2-3. Это объясняется тем, что после 2-3 курсов проведенного лечения, по данному амстетографии, мы видим ту группу больных, которая рано ответила на проводимую на индивантную полихимиотерапию. После 4-6 курсов к этой группе присоединяется уже та группа пациентов, которая дошла до 4-5 сантеграфического ответа, но при патоморфологии мы там не получаем 5-й. То есть они из истинно отрицательных, они переходят в ложноположительные. Поэтому мы видим снижение специфичности и точности, если так сказать. По поводу лимфатических узлов, это, конечно, обусловлено тем, что в молочной железе более, наверное, удобней рассматривать сам опухолевый узел, чем в подмышечной области. И зачастую лимфатические узлы, если они забиты опухолевой тканью и забит сосуд, то просто радиопрепарат туда может просто не дойти. Из-за этого, конечно, мы видим снижение показателей информативности метода. Ну вот отчасти, я так понимаю, ответ на вопрос Владимира Федоровича. А другие процессы могут приводить к захвату радиопрепарата и ложному заключению даже в раннюю стадию, в ранний период исследования? Нет, нами такое не наблюдалось. Все-таки это больше функциональная, то есть функционально активная клетка, она набирает в себя радиопрепарат, опухолевая клетка, как раз таки такое является. То есть радиопрепарат истинно тумоартропный? Да, да. Спасибо большое. Есть еще вопросы? Пожалуйста. Спасибо за доклад. Тоже, наверное, касательно специфичности. Вот нам в привычной нашей практике лучевой диагностики иногда приходится сталкиваться с опухолями истинно эхонегативными, линегенненегативными или условно негативными, то есть с очень слабой невнятной степенью визуализации. В сцинтиграфии Вы сталкиваетесь с такими опухолями, которые не накапливают радиофарм препарат, либо очень невнятно его накапливают? Мы сталкивались только в том случае, если имеется изначально первичная отечная фильтративная форма рака молочной железы без опухолевого узла, то есть мы могли не видеть опухоль молочной железы, но между тем мы видели региональные лифатические узлы, метастатические измененные. Только, наверное, вот один случай, могу вам сказать, был в практике. Хорошо, спасибо большое.